В Бомиане мне довелось быть как раз вот когда те, кто сидят вот за этим столом, не все, но многие были там и команды. В Бомиане такое место тяжелое, где Будды огромные стоят, которые потом талибы-то и разрушили. А ребята старались не стрелять по Будам, даже когда оттуда все эти взбуд обстреливали лагерь, так что берегли. Вот, ну это песня еще в памяти Гладкова Федора Борисовича, это человек из ГРУ, Главного Развитого Управления, который работал там же в Бомиане, из которого однажды довелось на двух вертолетах лететь в Нель, и вот Коле, который здесь сидит, Демидову. И я не помню, кто из вас спас мне жизнь. Ну, короче говоря, кто-то меня пинками это самое выкинул, и в другой вертолет, где вроде бы лететь-то поопаснее бы мне. Вот люди-то, журналистов и внедрят, и все. А потом, казалось, когда полетели, тот вертолет сбили, наш вертолет, да, как раз сбитым был Николай Демидов, Сарацин, и Федор Гладков погиб, и экипаж погиб, один Бортехника вышел, он, по-моему, с ума сошел, да, с ума сошел, да, вот, а наш вертолет, ну, побили, что-то там, прострелили, но потом куда-то мы постреляли, значит, в конце концов прилетел МИГ, какой-то ему дали целеуказание, так называемый, для меня это один из самых кошмарных воспоминаний в жизни, потому что бьет ДЖК, да, в упор, там, и вот, и вот наш вертолет летит, в упор, думаю, что ли, что может ли все сошел, надо какие-то маневры делать, а они лопают, значит, те в лоп лопят, а вот наши в лоп летят. Оказывается, отдавали целеуказание, потому что триляли трассе, а где-то, вверху полкации, значит, прилетел самолет, вот он увидел, доложил, что целеуказание получил, бросил бомбу, тогда ДЖК тут уничтожили, потом уже, там, высаживалось девятая рота, да, шестая рота, потом из Баграма привели девятая, и так далее, а Федор Гладков погиб, и вот такая песня, которая крайне связана, хотя он там напрямую не упоминается, но это именно его памятник. Он был очень красив, я его не забуду, Бамиан, древний город, трех тысяч пещер, В скальных нижних две статы, два исполина, два булта, Символ вечности веры, и запретные веры. По Минанской долине цветут обрекосы, Пиноградные лазони, обриты стволы, Там журчат ручки, Там гребут водосбросы, Там дома, как черепки, На дне пиалы, Даже солнце весь день не горит, а сияет, Даже ветер всю ночь только дышит слегка, И дорогой царей под окопу проплывает, Под жерелье долины ее облака. Будет все, как герои, в пятнадцатом столетии, Время не пощадило их каменных лиц, И надменным покоем на путника светит, Пустота их изъеденный ветром глаз вниз. Буды были одеты и в глину, и в злато, Злато сняли ванголы, а глину в ветра. Буды были бедны, Буды были богаты, Буды были богами, Их память вестрат, И вечавы горды, И подступны всевластны, Хороши и стуканы, Но выхудел взгляд человека внизу, Был живым и прекрасным, Запрокинувший голову русские солдаты, Над Бумианской долине. Песня о друге. Завалы, заслой засады, Барханы, сугробы ветра, Наверное, забыть это надо, Но помнится словно вчера. Страна, что за речкой на юге, Как мы ее звали подчас, Останется песней о друге, На вечном ушедшем от нас. В той песне и боли просторы, Тревожных авгазских дорог, И гордость, и горе, и горы, Где вдруг отозваться не смог. А мы вот пришли из-за речки, Мы в огне жжем и детей, И песню поем на крылечке Среди невоенных гостей. Ни взглядом, ни словом, ни нотой, Ничем не смутим бытием. Война была нашей работой, И мы выполняли ее. Но если к концовку припева Подтянет невидимый друг, Мы глянем ни вправо, ни влево, А в сторону речки на юг. Страна, что за речкой на юге, Как мы ее звали подчас, Останется песней о друге На вечном ушедшем от нас.